Третья неделя Великого поста. Крестопоклонная. Благословен Господь Бог Израилев, Крестом Своим разрушивши древнюю клятву и сего предложив и нам в поклонение. Того, целующий верно, того, воспевающий, Твою Великую Милость поем непрестанно. Святая Церковь предлагает ныне для торжественного поклонения Святой Животворящий Крест Господен. Поклонение Животворящему Кресту, настоящую седмицу, среди великопостных подвигов имеет особенное значение для благодатного воодушевления христиан в борьбе с греховными страстями, гнездящимися в нас, со злобными навождениями вражьями, с нашим маловерием и унынием во время горкой нужды и бедственных случаев в нашей жизни. Еще в Ветхом Завете спасительная сила Креста, утоляющая горкие печали наших немощей телесных и душевных, преобразовательно указано было в некоторых событиях. Во время сорокалетнего странствования народа Божия по пустыне, древо, положенное по поверению Божию в горькие воды нервы и усладившее их, преобразовало собою Крест сладчайшего Спасителя нашего. Своими страданиями христианами, утолившего печаль и стинания людей, в медном змее, повешенном на дереве и подававшем исцеление от смертоносного угрызения всем с верою взиравшим на него. Также преобразовательно указано спасительное действие Крестных страданий Христовых от губительного яда греховного. Если для ветхозаветных верующих, созерцавших благодать Божию в прообразах веры вредущего на распятие Спасителя, было так действенно, тем более нам, чадам Нового Завета, верующим во Христа уже пришедшего и от полноты его божественной любви, получающим благодать на благодать, надлежит твердо веровать в силу Божию, являемую Крестом Христовым, и пользоваться ею во спасение наше. Сию непобедимую и непостижимую силу Животворящего Креста Христова давно уже знает и испытывает род христианский. Ею всегда с дерзновением пользовались богопрославленные святые отцы и исповедники веры Христовой к утверждению на земле истины евангельской. Сею силою добропобедные мученики ограждались от смертной опасности и страха пред лицем мучителей, одерживая над ними под хоругию Креста Христова изумительные победы. Силою Креста Христова утверждались скипетры многих царей и царств, одерживались блистательные победы христолюбивыми воинами над врагами зловерными, пред крестным знаменем всегда трепетали и исчезали, как дым, полчища бесовские, злокозненно нападавшие на благочестное в преподобии и правде живших и спасавшихся подвижников и подвижниц Христовой Церкви. Христос, простершен на кресте при чистой длани своей и готовый всех верных своих учеников и последователей обнять Своею Божественной любовью, добразумит, да научит и да наставит нас не свою волю творить, не своей прихоти и страсти ублажать, но вполне предаваться держан жавной воле Божьей. И не только безропотно, но с радостью нести крест в злострадании, если промыслу Божию угодно на нас его возложить, великое будет для нас счастье и неоцененное приобретение, если мы при подножии креста Христова твердо усвоим себе такой спасительный урок преданности и послушание ей воли Божьей. Для чего Спаситель наш невинный и совершенно безгрешный претерпел столь позорную и мучительную жизнь? Той же язвен быть от греха наша и мучен быть за беззаконие наше, так отвечает нам откровенное Слово Божье. Христос пострадал за нас нечестивых, праведник умер за неправедников, чтобы принести и привести нас к Богу, примирить с Ним кровью креста все земное и небесное и нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, соделать святыми и непорочными и неповинными. Пред таким величием любви Божественной, явленной нам в спасительных страданиях Христовых, какое окаменелое сердце не умягчится животворной скорбью покаяния, и какой грешник при подножии креста Господня не прольет слез сокрушения в своих грехах в надежде милостивого всепрощения. Любвеобильный Спаситель, простерший на кресте свои причистые длани, да обымет своей любовью и привлечет к себе всех обремененных тяжестью греховной. Никого из них не отвергнет, если только они с верой и упованием приближаются к древу жизни и спасения. И какие великие и тяжкие грешники пред лицом милосердного Спасителя получали совершенное помилование не от дел своих, но преимущественно по благодати Божией, через веру и покаяние. Вот мы видим преподающую к стопам Спасителя женщину-грешницу. Она, желая предварить других учеников Христовых своим усердием в воздаянии Христу, почести погребения мазала его причистые ноги миром, обливала их слезами, оттеряла волосами головы своей и целовала их. Как начаток плодов покаяния еще прежде всяких добрых дел, спасительны были эти слезы сокрушенной женщины, и она тотчас услышала вожделенный глаз Христа. Прощаются грехи ее, многие за то, что она возлюбила много. В тяжкий грех впал апостол Петр, страха ради иудейского, отрекшийся от своего Божественного Учителя. Но вот, когда Петр стоял еще во дворе архиерейском, и когда по этому двору проводили осужденного Господа, и Господь, обратившись, взглянул на Петра, по этим Божественным взорам… Этим Божественным взорам внезапно как бы молнией озарена была душа отпадшего апостола. Обнаружилась пред ним вся постыдная его измена, благодать покаяния коснулась его сердца, и Петр горько заплакал. Этими слезами он смыл в себя свой тяжкий грех и избежал погибельного пути иудиной нераскаянности. Ну вот еще перед нами самый поразительный пример спасительной силы покаяния в лице разбойника. висевшего одесную креста Христова. Все, по-видимому, погибло для сего злодея. Уже сочтены минуты, когда он после человеческого воздаяния должен впасть в руки Небесного Судьи и подвергнуться вечному мучению. Но что делает сила веры перед всепрощающей божественной любовью Спасителя? Лишь только покаявшийся разбойник изрек слово сердечной мольбы о своем помиловании, воскликнув пред Спасителем, «Помяни мя, Господи, егда приидешь в его царствие твоем». Тотчас был не только прощен, но и удостоен Царствия Небесного. И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне со Мною будешь в раю». При распятии Христовом много стояло народа на Голгофе, много было мимоходящих зрителей Христовых страстей. Все вначале относились к распятому Спасителю большей частью со злобной насмешкою. И стояху люди зряще ругахуся же, и князи с ними ругахуся ему, и воины приступающие, оцет, уксус предеющие ему, и мимоходящие хуляху ему, покивающие главами своими и глаголюще. Разоряй церковь и тремя деньми созидаю. Спасися сам и сниди со креста. Но среди этой бесчувственной и озлобленной толпы врагов Христовых скоро начинают проявляться сострадательные чувства к божественному страдальцу, всматриваясь ближе в лицо распятого, сохранявшего кротость и незлобие ко врагам своим. Даже среди тяжких мучений, слыша присмертные слова его и видя необыкновенные знамения, сопровождавшие смерть его, многие из народа убеждались, что висевший на кресте страдалец был необыкновенный преступник, но человек праведный, и потому они возвращались домой с сердечным сокрушением, бия себя в грудь. Некоторые в это время отчасти проникали в тайну страстей Христовых. Один из распорядителей казни, которого предание церковное называет Лангеном, Сотником. Видя все, бывшее при кресте, прямо исповедал Христа Сыном Божиим, сказав во всеуслышание «Истинно человек сей был Сын Божий». Впоследствии Ланген Сотник запечатлел свою веру во Христа мученической смертью и причислен к лику добропобедных мучеников. Память его 29 октября. Если спасительная сила оправдания, сокрытая в крестных страданиях Христовых, так могущественно действовала в сердцах людей чуждых веры во Христа и бывших далече от Него, нам ли православным христианам, уже искупленным кровью Христовым и принятым в благодатное общение с Ним, не надеяться на милосердие Спасителя нашего? Приступим с твердым упованием к крестному древу жизни и спасения, и пострадавший за нас Спаситель поможет свергнуть бремя греховное, раздерет рукописание согрешений наших. «Аще исповедаем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши». В знамении Креста Христова, коим соделано спасение всего мира, сокрушена сила вражья и всем дарован скипетр, посох, жезв Царства Небесного, заключается таинственная непобедимая и непостижимая сила любви божественной, ограждающая христианина на путях его жизни от многоразличных бед, скорбей и напастей среди лукавого мира сего, от злобы человеческой, от неисловства страстей, от насильства вражья. Посему Крест Христов есть первый и важнейший предмет благоговейного почитания в мире христианском – постоянная и неотъемлемая принадлежность христианского богослужения. Крестом венчаются у нас святые храмы и иконостасы. Им совершается наше освящение в таинствах и во всех священнодействиях церковных. Кресту мы поклоняемся и его лобызаем каждый раз при выходе из храма и при входе и спасительное для нас напутствие. Крест мы носим на груди от купели крещения, им мы знаменуемся при всех наших начинаниях, при наших входах и выходах. Крестом мы благословляем детей наших и сами в священническом благословении уповаем получить милость Божию ко благопоспешению дел наших. Крест мы, наконец, поставляем над могилами усопших отцов и братьев наших, в чаяние их блаженного воскресения и победного торжества силою распятого Господа, победителя смерти и ада. И блажен тот, кто сохранит живую и твердую веру в спасительную силу сего божественного знамени, пользуется им всегда с глубоким благовением. И воистину, нигде мы не получим столько великих и спасительных уроков, как при подножии креста Христова. На нем начертано все, что нам надлежит знать о Боге, и о наших отношениях к Нему, и о наших религиозных обязанностях. Наше падение, восстановление, грех и благодать, правосудие и милосердие – все это явственными письменами начертано на кресте Христовом. Крест Христов, по выражению святых отцов, есть наше училище и судилище, он учит нас самым первым и важнейшим добродетелям, безропотному терпению в злостраданиях и напастях, невинно с нами бывающих, любви к ненавидящим и обидящим нас, зложелателям и врагам нашим, смирению и самоуничижению, распятию нашей плоти с ее страстями и похотьми. Кающиеся грешники при кресте Христовом могут находить самое отрадное и единственное для себя утешение в этой истине, что Бог не хочет смерти грешника и что именно для нашего спасения на кресте пострадал Единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, Который своими страданиями удовлетворил правосудию Божию за грех первородный, разодрал рукоописание согрешений наших и своей причистой кровью омыл нашу греховную нечистоту, саделав нас пресными Богу и возлюбленными Его чадами, распастевшие длани руки свои на кресте, чтобы всех обнять своей любовью и привести к себе спаситель наш всем с верой припадающим к нему вещает слово примирение, никого не отвергает от себя, помиловав сораспятого с ним разбойника, Христос и всякому грешнику дает утешение и ободрение в той истине, что нет греха побеждающего милосердия Божия и что наше покаяние даже при последнем нашем издыхании будет принято, если только оно будет подкреплено верою и запечатлено таинственным общением с Христом в принятии Его при чистого тела и крови. Но при этом не забудьте, что если для кающихся и прибегающих под покров милосердия Божия возвещается с креста всепрощающая любовь Божественная, то для упорных и нераскаянных произносится с креста Христова грозный суд и страшное прещение гнева Божия за то, что они в своем греховном ослеплении презирают любовь Божественную, ни во что обменяют кровь заветную и таким образом как бы вновь распинают в Сына Божия и ругаются Ему, подобно неверующим иудеям, кто не устрашится с его праведного прещения, то есть угрозы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok